Железнодорожные пути – территория повышенной опасности. Так сложилось, что большая часть путей проложена в прибрежные части. По нормам застройки советского периода и нынешним в том числе запрещается возводить объекты ближе 30 метров к путям. План развития местности, в том числе Сухома и прилегающих территорий, все эти аспекты учитывал. Однако эти документы утратили силу и остались в прошлом, а новых не разрабатывали. Потому хаотичная застройка рисует драматичную картину, когда заборы или калитки к домовладениям расположены от железнодорожных путей в 15-20 метрах. Почему не разрешаем около железной дороги что-то строить? В какой-то нестандартной аварийной ситуации, чтобы мы не причинили никакой вред ни постройкам, не людям. То есть, мало ли что, упал вагон и подъехала. Это расстояние самое минимальное, 30 метров, подхода нельзя. Специалисты Абхазской железной дороги обеспокоены еще одной проблемой – наличием несанкционированных переездов. Дело в том, что домов и гостиниц на береговой линии много, а дорог, ведущих к ним по логичной схеме нет. Потому каждый выходит из ситуации простым путем – засыпает участок железнодорожных путей до одного уровня с рельсами, так, чтобы проезд был комфортным. Рельсы, конечно, они почти закрыты. Вот это вот немножко страшно. Потому что сейчас поезда идут, это не только это страшно, а коровы бесконечные здесь идут. Вы не представляете, что это постоянно. Это гудят, гудят и гудят поезда. Парадокс в том, что по всему периметру железнодорожных путей есть 12 специализированных переходов, и их не хватает. Засыпать железную дорогу и сделать автомобиль на ее – это недопустимо вообще. И в этом плане стоит задача у начальника железной дороги убрать, не знаю, официально оформить, вот как бы мы подходим к этому. Потому что к этим людям, я как знаю, обращались ни раз, ни два, сказали – официально сделайте разреш. Хотя бы придите, чтобы поговорить. Нормы безопасности здесь не соблюдены вообще. Во-первых, насыпь идет на железную дорогу грунта. Грунт этот не соответствует по нормам. У нас есть щебень, чистый щебень, который в первую очередь должен лежать на железной дороге. Это в первую очередь. Во-вторых, не стоят знаков, предупреждающих, что впереди поедет. В-третьих, когда ведутся работы на какой-либо из строек, диспетчер должен знать, что ведутся работы и переезжает тот или иной транспорт через железную дорогу. Потому что поезд остановить очень тяжело. Таким образом, заручившись поддержкой службы госбезопасности органов внутренних дел и местной администрации, в АЖД инициировали расчистку путей от насыпи, сделанных для переездов через железнодорожные пути. Увеличился грузооборот. Нас пересекают через железную дорогу. Мы подаем сигналы, и на нас не реагируют. Вот что страшно. Были случаи, мы сбивали машины, просто она застревала в тот момент, когда не надо было. Застряла машина на переезде. Район поселка Каштаг, по данным АЖД, самый проблемный. Ведь здесь территория, прилегающая к путям, густо заселена. Строятся дома и гостиницы. Соответственно, на отрезке 100-200 метров подобных переездов. Из-за бетонированных переходов было несколько. Местные жители на подобную инициативу отреагировали крайне эмоционально. Ведь, по их словам, к домам нет иных подъездов. Они утверждали, что дома здесь возведены около 50 лет назад, а то и более. И подобные переезды здесь существуют с тех пор. Возмущенные местные жители отказались беседовать с нами на камеру, несмотря на то, что утверждали об обращениях в АЖД за разрешением. Сами специалисты Абхазской железной дороги уточняют, что дать разрешение на обустройство перехода через пути – дело не сиюминутное. На первом этапе необходимо проводить осмотр, анализ участка, далее принимать решение с учетом технических требований. Так делать нельзя. Это не только этот участок. У нас много еще таких участков. Уже копали мы, в Гудаутском районе копали, но население не слышит. В настоящее время на участке пути Сухум-Ачимчира курсирует грузовой состав дважды в день. По словам главного ревизора по безопасности движения поездов Елены Бабылевой, самые сложные участки по несанкционированным переездам и переходам приходятся на ведущие к пляжу Моку и сам район Каштаг. Разрешенная скорость на абхазских железнодорожных путях – 60 км в час, а на участках с санкционированными переездами – 25 км в час. Так как у нас еще масса несанкционированных переездов, то есть мы вообще должны двигаться только со скоростью 25 км в час. Поэтому у нас выходят из строя тепловозы, электровозы и прочее. Эти линейные машины, они не могут с такой скоростью двигаться. Представители госслужб, местные жители, несмотря на эмоции, сошлись на том, чтобы отложить процесс расчистки путей от насыпей. Согласно договоренности, местные жители в ближайшее время обратятся в офис Абхазской железной дороги с заявлениями, которые рассмотрят и примут решение с учетом всех аспектов. По словам специалистов Абхазской железной дороги, в перспективе намечено запустить внутренние пассажирские рейсы, и загруженность железнодорожных путей увеличится. Нужно учитывать безопасность пешеходов, автомобилистов и самих пассажиров. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.